МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации Талерадо-компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуском. Сторонки вековой истории, мероприемствы до 100-годовых юбилею комсомола у Гомеля завершили митинг и урочистый сход. С плюсом по экспорте послуг, инвестициях и новых працонных местах выники работы господарчего комплекса Гомеля обмерковывали сёння на посаджении Гарвы Канкама. Парадок на земле, насколько эффективно взаимодействие органов выконаучшей и распорядшей улады, в этом вопросе подчеркнулся Олег Синцеров, а зараза об этом меньшим больше подробязно. Развитие Гарварно-футровой вытворчести сёння было у центра уваги керавника державы. Про выканание доручения по развитию этой галины урад доложил на пляцовце Витебского футрового комбината. Это одинное предприемство в Украине, которое специализуется на перепрацовце великого асортименту пушнины, овчины и каракулевой сыровины. З'яго тут шують в опратку головные оборы и аксессуары. Завод с гисторией почал працаваць яшчэ больше, як сорок гадоў тому, але до середины 2000-х комбинат пройшоў ў заняпад. Староўе обсталявання пакідала продукт паза новыми модными трэндамі. Стратець майстроў і фактична адзінае буйное предприемство такого профілю было недапушчальна. Дякуючы указу президента, ў 2013-м Витебскі футровы за одну базовую продали компанией Марка, але з железной умовой зробит сучасную і эффективную вытворчість. Поколе шла модернизация, частку коллективу працавалатковали у холдингу. Сделал все? Все. О чем договаривались? Да, все сделали. Холдинг как функционирует? Холдинг функционирует устойчиво. И там, где мы модернизировали рабочие места, допустим, на обумных предприятиях, и это, ну, скажем, сегодня модернизация, если автоматизация вводишь, то, естественно, это подразумевается снижение рабочих мест. Но мы их переводим. Так что доля рушного труда на этом предприятие достаю. Ты меня не окунай в детали, это твое дело. Это правильно делаешь молодежь, что людей не выкидываешь на улицу. Холдинг функционирует. Президент ознайомился с технологичными процессами по выработке аучины и пушнины. Погутарил с супрацовниками предприемства. Керавника державы текавили тонкости, вытворчасти. После обновления от старого комбината застались только назвы и стены, которые, в результате, так само не познать. 300 тысяч штук аучины и 250 тысяч шкурок пушнины. Миновито стольки сыровины за год комбинат сможет перепрацовывать после модернизации. Працуют с зайчинной и импортной сыровиной. И коли норку, пясца, лисицу закупляют у основанного Беларуси, то аучину заказывают у России, у Новой Зеланды, Испании и у Рухваи. Кадры и сыровину Александр Лукашенко назвал наиважнейшими для нормальной работы предприемства. Сегодня пока у нас остается вопрос открытым по приобретению из Кубсоюзов пушнину. Иванов здесь был. И мы эту тему обсуждаем. И я думаю, что все, что он сможет переработать, будет Иванов давать. Значит, ты должен с ним договориться, чтобы эта пушнина была ему не в убыток. Но цены задирать не надо, потому что на конечную продукцию. Ну а если ты его как-то вовлечешь на конечный результат, он будет заинтересован. И если, главное, вы договоритесь о том, что вы будете работать на конечный результат, то есть на продажу этих шуб, то считай, что ты получишь от него столько пушнины, сколько надо, хоть миллион. Мы его просто заставим по нормальным ценам тебе продавать. Почему я так говорю? Потому что мы фиксируем постоянно жуткую коррупцию. В производстве и реализации шкурки. Ну, просто. Я не говорю уже о затратах. Поэтому ты должен, это твоя железная задача, это те поручения железобетонные, переработать, стараться всю пушнину. Если пойдет нормально, чтобы не в убыток было производителем, норки и прочее там, соболя. Если это будет нормально, значит, мы поддержим и третью или четвертую очередь по строительству цеха, когда ты освоишь это в две-три смены, там, 500 тысяч штук до миллиона, чтобы ты здесь перерабатывал. Бизнес, который работает на пользу людей и страны, за все это может различить на поддержку державы. Ишла разговор об тем, как частку кредитных средств, которые выучены белорусскому боку Китаем, на поддержку приватного бизнеса. Такую задачу президент поставил к керавництву у Рада. До других тем. На Гомельщине протягиваются мероприемства и промеркованные до 100 годов ВЛКСМ. Сегодня ветераны комсомолы и члены БРСМ провели в областном центре шерах суместных акций. Наши корреспонденты с подробностями. История ВЛКСМ – история народа. За 73 годы изнования этой организации яичленские билеты отрымали больше, как 160 миллионов человек. По судности, комсомол был самой массовой молодежной организацией в свете. А сами комсомольцы были энтузиастами, романтиками и патриотами. Почас Великой Айчинной, свыж 3 миллионов членов ВЛКСМ отрымали боевые узнагороды, калю 3,5 тысяч стали героями Советского Союза. У складания венков и кветок, до мемориала героям-комсомольцам Гомельщины, якие загинули подчас войны, яшеден знак признания подвигу белорусских комсомольцев. Митинг калями мемориала завершается запуском ста поветранных шаров с амблемой комсомола. Ветеранная организация успевает эту акцию с пыльной долей ностальгии об своей молодости. Люди моего возраста и старше моего возраста, они всегда с хорошим чувством, наверное, чувством добра, с чувством таким трепетом, они вспоминают свою молодость, свои юношеские годы. Они вспоминают, как они были в комсомоле, свой комсомольский билет, вступление в комсомол, комсомольский значок. Ну, прежде всего, ассоциация с комсомолом, прежде всего, это, безусловно, это патриотизм. Это патриотизм, любовь к своей родине. На плясу цыкаля центральной площади Гомеля уся история комсомола. У пыльной ступени места проведения акций можно лишить символичным. Комсомол так само был ленинским. На его рахунку соправды шмат добрых справ, борозба с неписьменностью, одновление разборанной войной господарки, ударные комсомольские будовли и освоение целины. У далеких Казахстан, Беларуси, тогда накировались около 60 тысяч доброохотников. Беларуси, дорога длинная, здравствуй, селядцы длинная, здравствуй, праздну широкий, весну и молодость, печаль свою. Бадайгалунная штура билкомсомол работа с молодзю, уступающий ОВЛКСМ 14-годовый подлеток отрымливу плясу, кодзе мог проявить сябе в учобе, праце, спорте. Организация вушила жить у коллективе, ценить дружбу и справедливость. Выховывала отказность не только за свои справы, а ли учинки тых, кто знаходился побоч. У Снежни 1991-го беларусский комсомол пераменовали у Союз молоди Беларуси. Сегодня правопераемником комсомола сявляется Беларусский Республиканский Союз молоди. А ли на протягу у всех 100 годов застаётся галунная, громадянско-патриотичное выхование молоди. Молодёжь наших поколений и старших поколений, она идеологически была очень устойчива, понимающая, что нужно государство, что нужно, чтобы государство быстрее крепло и развивалось. И агитировать особенно не надо было. На лицо был пример старших поколений, отцов, дедов, которые воевали, многие положили головы, сердца свои отдали за свободу и независимость большого государства, затем независимой Беларуси. Но какие ещё надо агитации? Пример старших поколений – самая главная агитация. Олексин Сюров, Ольга Коновалова, Валерия Панько, Телерадо, компания «Гомель». Выники работы господарчего комплекса «Гомеля» обмерковывали сёння на посаджении городского выканавчего комитета. Постанье на 1 вересня 85% предприемства у города спрацевали с прибытком от реализации. Экспорт послугу, правнанне с аналогичным периодом минулого года, повеличился на 30%. Найбольший прирост склали послуги по грузоперевозках. При этом экспорт товаров за великом нафтопродуктов застався практически на узровне минулого года, что недостатково для выполнения прогнозного показчика. В эксплуатацию увяли больше 140 тысяч квадратных метров жилья. Это 74% до годового задания. В среду становочных моментов подозначена высокая инвестиционная активность субъекта у господарения. На сегодня недолговые прямые иностранные инвестиции составляют 35 миллионов долларов США. Это в два раза превышает установленный городу прогноз. Причем приток прямых иностранных, иностранных, в первую очередь, инвестиций по 9 месяцам мы отмечаем особенно, потому что, говоря об их структуре, мы видим, что 70% из них – это живые инвестиции, то есть инвестиции, которые в дальнейшем будут направлены в приобретение оборудования, его наладку и развитие производственных мощностей предприятия. Колькость процоладкованных на новое процонное место склала около 2700 человек. Это левший показчик сирот городов областного подпродкованья. В той же час Гомель-Пакуль не смог выконать доведенное задание по узровне наличенной среднемесячной заработной платы. В Гомеле на электронные торги выставили 5-поверховый дом за одну базовую величиню, продали за 5,5 тысяч рублей. Привабной пропановой скрыстались трое индивидуальных предпринимательников. Их конкуренция завершилась на 1555-й ставце. У вынику цена будинка взросла в большем 200 разов. Рекордные электронные торги отбились на переда дни. Организатором выступил Комитет Державной Майомости Гомельского Аблвы-Канкама. Специалисты означают, что это самый буйный объект, который когда-нибудь выставлялся на продажу Гомели по такой низкой цене. Площа будинка свыше 4500 квадратных метров. Пераможцы торгов так само отримал право аренды земельного участка площадь 1600 квадратных метров термином на 54 годы. По умовах электронных торгов про сгод с момента подписания документов новый владельник обвязан и почать предпринимательскую деятельность. А кроме того, переможца торгов может снести особные объекты, те в уголе увесь будинок, а на этом месте узвести новую побудову. На это вызначены трехгадовый термин. И в протяге темы. Тесное взаимодействие органов выконаучей и распорядшей улады позволяет эффективно вращать в питание наведения парадки на землю. Причем разговоры, где як об продаже майомости, якая долгий час не выкористовывалась, так и сносит старых нежилых домов. С остановочными прикладами Речицкого района ознайомился Олег Сенсеров. Навет тяжко уявить, а ли это будинок початку 20-го стагодзя, что им находился першопочатково, сказать уже тяжко, а ли опочня, ягою займала администрация предпринимательства школьного харчеванья. Причем умовы для работы были настолько несприяльными, что для супрацовников пришлось шукать новые помешкадни. Два годы тому будинок вырешили выставить на аукцион. Правда, первые четыре спробы закончились беспоспехово, зато и на пятом аукционе претендентов оказалось одразу некаке, у вынеку чаго першопочатковая цена у одну базовую величиню повелечилась до 3,5 тысяч рублей. Новый уладальник разместил тут не только свои службы, а ли издау шерох помешканню у аренду, что поспраяло развитию у Речицы новых накерунков предпринимательской деятельности. Дякую честному сопрацовниццу фонда Гомель Абалмайомысь с местовыми органами улады, только в этом году отрымалось утягнуть у господарший оборот больше 100 объектов, яке претягло час не выкрыстовывается. Качельно было гаваинка городка у Речицы, предпринимательство «Белдреввыраб» было на аукционе ранее, а ли эксплуатацию у Велосеолита. Новые майомысью распорядились по господарску. У оборот утягнули не только будинок, а ли еще прилегающую территорию, якая долгий час была по собственности, звычайной звалкой. Мы установили бетонный завод российского производства, производим бетон. Также, чтобы задействовать территорию и чтобы получать дополнительные, естественно, прибыли, стали заниматься, помимо всего этого, и сосновыми пиломатериалами. Ассортимент увеличивается, прибыли растут, что, в принципе, на руку нашему государству. И население радо. Проводится системная работа по наведению порядка на нашей территории, в наших населенных пунктах. Конечно, отдельный элемент этой работы это снос ветхих и пустующих домов. В этом году мы уже снесли две тысячи таких строений. Полторы тысячи гектар земли было вовлечено в хозяйственный оборот, в том числе один и три это сельскохозяйственными организациями. Эта работа, как и прежде, будет находиться на постоянном контроле областного совета депутатов. У Кроватинском сельском совете в этом году снесли больше 50 нежилых домов. Практично половозы их у везды Капоровка первая важная большинство было их приватных подборку передать на сельскохозяйственных подприемцам. Частка земли перешла в областность местовых жахаров. Для вездковцев это в уголе мягчимость для отримания додатковых доходов. На таких землях можно выращивать культуры, запотребованные на рынку. В деревнях же находятся люди, которые занимаются именно, у которых имеется техника, которые могут обрабатывать эти земли. Им, чем где-то далеко это обрабатывать, лучше обрабатывать в пределах населенного пункта, чтобы меньше затрат нести. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Гомель», Реческий район. До речи, старшиня Гомельского областного совета депутатов завтра откажен на хвалюючее питанье насельництва. 3 листопада пройдуть суботние линии мясовых органов улады. Катярина Зинкевич будет принимать звонки по номеру 33-12-37. Так само на совете будет наместник старшини Гомельского хагарвы Конкама Сергей Андреев. Номер телефона 75-63-33. Промые линии будут працавать с 9 до 12-1. Гомельская областная универсальная библиотека имя Ленина отзначила свое 90-годде. Сегодня она является не только самым буйным книгосходящим ургийоне, но и шмат функциональным социально-культурным центром. Тут ладится широк науковых и освятницких мероприемств для наведывальников разного взрослого. Вероника Ворошилина протягнет. За 90-х годов своего основания Гомельская областная библиотека имя Ленина проишла не просто шлях, он был отзначен тяжкостями великой айчины и досягненьями послевоенного дрожжения. Ее история сплетена злесол сотню людей, которые просветили свое житё служению такой складанной отказной миссии сеять разумное, доброе, вечное. Святочное мероприемство «Храм мудрости» учура сёня-заутро с нагода юбилея областной библиотеки объеднала представников улады и громадских организаций, коллег и навуковцев, письменников и верных сябра установы с великим читатским стажем. У адрес книжной скарбницы, где на протягу 90-х годов потребляют богатые традиции и мкнуться до постоянного развития, ушали только самые щирые слова веншаванню. За пленную шматгадовую працу лепшим сопрацовникам установы урочили гоноровые дипломы, даже и сама библиотека пополнилася высокой узнагородой грамотой Совета Министра у Республики Беларусь. Это и признание заслуг, и великая отказность, и одночасовый стимул для достижения новых вышин. Если мы видим красивое здание, то мы понимаем, что оно стоит и таковым является благодаря тому надежному, прочному, крепкому фундаменту, на который оно поставлено. Вот таким фундаментом является труд библиотекарей-предшественников, труд руководителей библиотеки, которые возглавляли ее во все годы ее непростой истории. И эта грамота, сегодняшняя наша награда, это заслуга всего коллектива библиотеки, библиотечных ветеранов и сотрудников нынешних. Сегодня у Гомельской областной библиотеки имя Ленина самое обойное книгосхове, что в регионе, якое наличие из-вышь 1 миллиона разных крыльниц информации. От традиционных друкованных выданий у тим лику каштонных раритетов со знакомитой коллекции князев Паскевичев до сучасных электронных ресурсов. На того же, это шмат профильный, информационно-аддукационный и социально-культурный центр, где ладятся шмат лики, навыковые и осветницкие проекты. Они объедновывают, сближают и натхняют своих наведленников, бо отповидают густым интересам представников самых разных поколений. Вероника Ворошилина, Йогин Макеенко, телерадио «Кампания Гомель». Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь 4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Телесные повреждения у водителей и пассажиров и скореженные машины. Три аварии в Гомеле, Гомельском и Будокошелевском районах пополнили статистику ДТП. В Гомельском районе на автодороге Прибор-Урицкая женщина-водитель не учла. Дорожные и погодные условия превысила скорость. Итог. Не справилась с управлением. Машина перевернулась и оказалась в кювете. В результате происшествия водитель не пострадал. Пострадала женщина-пассажир, которая ехала вместе с ней. Обе женщины были пристегнуты ремнями безопасности. В Гомеле на путепроводе по проспекту Космонавтов два автомобиля Рено встретились в лобовом столкновении. Женщина-водитель, управляя Рено Меган, при перестроении в левую полосу движение по касательной зацепило идущий рядом грузовик. После этого легковушка вошла в неуправляемый занос, выехала навстречку и столкнулась с автомобилем Рено Лагуна. Экспертам предстоит разбирательство в причинах еще одного ДТП в Будокошелевском районе, в результате которого 25-летний водитель получил телесное повреждение. Молодой человек за рулем Рено Меган-Сценник, двигаясь по автодороге М5, Минц-Гомель, столкнулся с ехавшим впереди в попутном направлении трактором. В результате водитель легковушки доставлен в областную клиническую больницу. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 43 ДТП. Во время несения дежурства на республиканской трассе М-10 экипаж ГАИ выявил незаконную перевозку 120 литров дизельного топлива. В Петриковском районе водитель МАЗа с номерами Минского региона в багажном отделении перевозил 6 20-литровых канистр соляркой. Сопроводительных документов на груз не было, продукция конфискована. Проверкой всех обстоятельств инцидента занимается районный отдел внутренних дел. А вот сотрудникам милиции в Речице удалось вывести из теневого оборота более полутора тысяч литров спиртосодержащей продукции. Потайная дверь в частном доме в райцентре привела в хранилище крупные партии контрафактного алкоголя. У оперативников была информация, что житель Речицы замешан в теневом алкобизнесе. В хорошо замаскированном помещении на цокольном этаже он хранил ящики с водкой российского производства, канистры со светлой и темной жидкостью, предположительно спиртом и коньяком. Документы и акцизная марки на алкоголь отсутствовали. Крупная партия контрафактного спиртного направлена на химическую экспертизу. И в окончании выпуска криминальный инцидент из Рогачева. Жителю райцентра грозит два года лишения свободы. Мужчина пытался вернуть бросившую его любимую, угрожая ей муляжом гранаты. Женщина подключила к любовным разборкам милицию. Рогачевский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Угроза убийством». Известно, что подозреваемый признался в совершенном и сам указал место, где спрятан муляж. Таков обзор происшествия к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. На молодежном чемпионате мира по шашкам 100, который проходит в Гомеле, определились первые победители. Разыграны 8 комплектов наград в Блице. Среди чемпионов и призеров турнира по быстрым шашкам есть и белорусы. В активе нашей сборной два золота. Парина Петрусева выиграла состязание среди юниорок. В группе мини-кадеты победу одержала Виктория Николаева. Бронза в этой возрастной категории также у Беларуси. Медаль на счету Дарьи Никифоровой. Георгий Выдерко также стал бронзовым призером чемпионата мира в Блице. Он поднялся на третью ступень пьедестала в возрастной группе мини-кадеты. Турнир по классическим шашкам завершится завтра. Победителей назовут во время закрытия чемпионата мира. Церемония пройдет в Гомельском областном общественно-культурном центре начало в 20.00. На три дня растянется игровая программа восьмого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Завтра состоятся два поединка. В Минске встретятся два динамовских коллектива Динамо БНТУ и УВД Динамо. В Гомеле ВРЗ сыграет с охраной. Динамо-матч пройдет на паркете спорткомплекса «Локомотив» начало в 15.00. В воскресенье спортивные выходные в областном центре продолжат противостояние БЧ и Микошевичского гранита. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 13.00. Место проведения «Локомотив». В 14.00 на паркет спорткомплекса Светлогорской Дю США номер 2 выйдут ЦКК и столичный дорожник. Центральный матч восьмого тура состоится в понедельник 5 ноября в Минске. Столица играет с Витеном. Команды занимают в таблице четвертое и второе места соответственно. Разделяет их всего два балла. До финиша чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге осталось два тура. Уже известно, что в следующем сезоне повышение в классе получит Мозырское славе. Столичному энергетику БГУ в оставшихся двух поединках достаточно набрать один балл, чтобы обеспечить себе путевку в элиту. Интрига одна, какая из этих двух дружин получит золото. В 29-м туре, поединки которого состоятся завтра, Мозыряне на выезде играют с Барановичами. Энергетик отправится в гости к Микошевичскому Граниту. Гомельский локомотив также проведет выездной поединок. Соперник железнодорожников Лида. Светлогорский химик встретится с Оршей на ее поле, а Житковичский ЮАЗ ждет в гости Пинскую волну. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова